До вечера Госпожа невеста, добро пожаловать Я смотрю, вы очень счастливы Ну а как же иначе? Вы развелись тригя назад и тут же надели на палец кольцо Чего я тебе желаю? Хелин О, Мир Ты расскажешь, что произошло? Сколько тебя уговаривать? Если обо мне спросят, ты меня не видел, ладно? Друг, что ты затеваешь? Расскажи мне Я потом тебе все расскажу, Джим У меня сейчас нет времени Ничего не понимаю Уснул Он с папой Он присмотрит за ним Хорошо, помоги нам Мы опаздываем Зачем вы все это затеяли? Какая необходимость? Человек впервые придет к нам Он будет нашим зятем Мы не хотим сесть в лужу Чем больше уважения девушка выкажет жениху Тем больше будет ее вес в доме Но кому я это рассказываю? Ваш поезд Уже ушел Сестренка В твою дверь снова постучала нежданная любовь Вместе с папиным приходом Мама Твоя дочка постоянно совершает безумство Не говори глупости и пек С самого утра несешь всякую чушь Ей впервые в жизни улыбнуло счастье Легко ли остаться одной с ребенком? Лучше порадуйся за сестру Она полюбила И достойно выходит замуж Тебе бы больше понравилось Живи они вне брака Хватит, замолчи Я верю ей Еще бы мне поверить, мама Надеюсь, что ты права Но мне кажется, что правда совсем в другом Надеюсь, потом мы не услышим другие вещи Не переживай, сестра Какая тебе разница, какова правда о моей жизни? Когда это ты делила мои горести и беды? Почему ты теперь так сильно переживаешь? Неблагодарная Неблагодарная Не обращай внимания Она не в настроении Она не может забыть Усмана Дочка Не огорчайся У тебя будет прекрасная жизнь Он хороший человек Я это вижу Он защищает тебя Оберегает, заботится Раз нашла такого человека То постарайся быть счастливой Никого не слушай Дорогая моя Прекрасно Значит, ты не отвечаешь на мои звонки, господин Омир Пускай так Я все равно тебя найду Думаешь, ты так просто улезнешь от меня? Нет повода для беспокойств, госпожа Источником недомогания послужила простуда Начинается пневмония, но нам удалось сбить температуру Мы оставим пациента в больнице еще на пару дней А почему он все еще без сознания? Это из-за температуры и лекарств, которые ему давали Он придет в себя через пару часов Я еще загляну перед уходом Вы тоже можете идти, когда ему снимут капельницу Благодарю Желаю скорейшего выздоровления Спасибо За что нам такие несчастья? Тоже мне Привет Здравствуй Добро пожаловать Здравствуйте Добро пожаловать Какие красивые цветы Дочка Милости просим, господин Джимшит Спасибо Проходи в комнату, сынок Идем Проходи Садись, сынок Присаживайся Идем Идем Мальчик спит? Спит Но скоро встанет Куда же мы без него? Какой сегодня ветер, правда? У нас все унесло на веранде Да Из-за Борея всегда так Здравствуй, мама Фатма Сынок Я же сказала по телефону Что вы тут не нужны Илья спит До утра не проснется Зачем вы пришли так поздно? А как иначе, мама Фатма? А что случилось, что он так заболел? Я не знаю Говорят, начальная стадия пневмонии Он простудился Если хочешь, возвращайся домой Сибель дома одна Мы побудем с Ильясом Нет, не нужно Он очнется и решит, как ему быть Это вы ступайте домой Давай, сынок Не хватало вам заразиться Салиха тоже подхватила простуду Бедняжка лежит тут с самого утра Ей поставили капельницу Вы лучше ее увезите домой Она не в состоянии ходить Я схожу за ней Ильяс Ильяс Очнись, друг Мы пришли Ильяс Сынок, не подходи к нему Иначе тоже сляжешь Пусть мальчик поспит Не трогай его Салиха, ты где? Ты ушла из клиники? Нет, я на входе Выздоравливай Почему ты одна? Почему Амир опять бросил тебя одна? Знал бы ты, что случилось С нами чего только не произошло за эти дни Хорошо, что ты пришел, Тахир Салиха, не пугай меня Ты ужасно выглядишь Ты дрожишь Давай выпьем чего-нибудь горячего И поговорим Алло Айча Ты не жди меня на ужин Я тут с Ильясом Он в больнице Сильно простудился Ты никогда не поумнеешь Ты ему вдруг опять стал нужен? Они вышвыривают тебя с работы А ты носишься с ними Молодец Ах, Тахир Ах, Тахир Ах, Тахир